В чем причина смогов в Карганде? Горожане ищут виновных. В поле зрения попали хозяева так называемых печей неделька. Действительно ли они являются виновниками экологических бед в городе? На что уполномоченным службам в действительности необходимо обратить внимание и почему медицинские маски скоро вновь могут стать обязательным атрибутом каргандинцев? Экспертное мнение выслушала Ирина Вобещевич. «Знаете, почему этот вот такой дым стоит? Дело не в том, что типа ветра нет или там какой-то уголь не такой. Все это абсолютно хи*** то, что говорят. Это отмазы, тупо отмазываются. Это печка неделька с вентилятором, которая по 10 ведер засыпает, всякой хи*** туда и мусора и всего подряд. И начинают вентилятором принудительно разгонять прям под давлением, начинают нагнетать прям. И вот от того и идет такие сгустки дымов, газов, отравы этой». Карагандинец записал и выложил эмоциональное видео, в котором раскрывает причину экологического беспредела в городе. Печки недельки, по его наблюдению, это зло, которое необходимо запретить, а их владельцев нещадно штрафовать. «Если спичку взять, спичку и к трубе поднести, в тот момент, когда вот этот дым хи***, она вспыхнет, понимаете, он загорится. Потому что это газ, он еще даже до конца не прогорел, а они вот эту всю отраву наружу вентилятором принудительно выдавливают. «И шлам, и мусор, и перья, и мусор вообще, ну помои, короче, конкретные, сжигают прям все подряд. Здесь такие запахи, здесь такие смоки, дымы стоят, клубы прям летят». Главный довод – печное отопление было всегда, но только с появлением долгоиграющих котлов для лентяев проблема в Караганде обострилась. Реакция от владельцев таких печей не заставила себя ждать. «Человек профан, который вообще совершенно не понимает, по какому принципу работают там ни обычные печи, ни котлы недельки, и делает выводы непонятно из чего, рассказывая о том, что якобы можно поднести спичку к трубе, и она полыхнет, что там под диким давлением все это делается, что владельцы котлов неделя сжигают какие-то там сумасшедшие вещи. На самом деле все это является дикой чушью». Следом нашлись и третий, которые говорят, что и первый, и второй не говорят правду и только вводят всех в заблуждение. Действительно, причину бед карагандинцев назвали специалисты, и это не столько промышленные предприятия, и даже не ТЭЦ – дым из трубы, который уносит высоко даже в безветрие. Горожане задыхаются от автомобиля и, конечно, от частного сектора и небольших предприятий с печками. В штиль дым скапливается в приземистом слое на уровне человеческого роста. «Со своей точки зрения я считаю, что для котлов таких должны были быть установлены технологические удельные нормативы по выбросам. То есть они должны были бы отвечать выпуск автотранспортных средств, выпуск автомобилей, которые не отвечают стандартам на содержание вредных веществ в выхлопных газах, уже административно наказуем. Есть какие-то штабные санкции». Директор эко-музея говорит, что детальный вопрос для Караганды не изучен с котлами длительного горения. Однако сам принцип его работы вызывает опасения. Уголь в них тлеет. Владельцы неделек сами хвастаются, что не нужно золы столько выгребать, как в обычных печках. А куда деваются все эти отходы? Правильно, они вылетают в трубу и развеиваются по городу. «Уголь, он не горит, а тлеет. То есть выделяется больше газов. А когда она тлеет, то есть она тлеет, и у нее низкая температура. То есть газы полностью не выгорают. Они образуются и через дымовую трубу выбрасываются в атмосферу. А если была бы обычная печка, соответственно, у обычной печки температура выше. Соответственно, она дожигает газы и меньше выбросов». В городе более 25 тысяч частных домов с печками. Сколько из них с вредными котлами – статистики нет. Но ясно, что с каждым годом все больше. Нет и регламентов на эти печки. «Согласно законодательству, каждый гражданин имеет право отопливать свой дом. И как он его будет делать – это на его выбор. Здесь этот закон не регулирует этот вопрос». Итак, вред есть, но не стоит спускать всех собак на владельцев неделек. Сходятся во мнении экологи. Качество угля в шахтерской столице – это более глобальный вопрос, требующий реагирования. «Этот вопрос тоже поднимался неоднократно. Он тоже очень важен. Необходимость использования качественного угля. Но здесь больше контроль за этим осуществляют местные исполнительные органы. Есть и другие уполномоченные органы, которые непосредственно осуществляют качество продукции, можно сказать. «Недобросовестные поставщики, которые реализуют местному населению такой уголь, к сожалению, мешают его, ухудшают намеренно его свойства, чтобы заработать. По сути, это фальсификация продукции. Я бы на месте населения возмутилась, обратилась бы с письмом. Я предлагаю всем это сделать, инициировать такое обращение в органы защиты прав потребителей, в Министерство энергетики, в Министерство экологии о том, что население приобретает заведомо фальсифицированную продукцию, которая фальсифицируется с целью наживы». Смертность в области в два раза выше, чем средний показатель по Казахстану. И разбодяженный уголь мелкими реализаторами – это не просто удар по карману населения, а еще и прямая угроза жизни и здоровью. В департаменте экологии говорят об острой необходимости ускорения перехода газификации. Однако процесс идет слишком вяло. Ну а пока экологи советуют Казгидромету активизироваться и предупреждать через СМИ о приближении безветренных дней и подготовке населения к тому, что город вновь накроет смог. Тогда у населения будет время подготовиться. «Лучше вообще не выходить, а если вынуждены выходить, ну прибегайте к каким-то мерам безопасности личной, к маскам».